Друзья, всем привет! Вы на канале просто Константиновы. Я помню, когда я каждый ролик говорила это вступление, у меня просто в комментариях было Да вы затрахали уже! Сколько можно! Сколько можно, мы так знаем! Мы так знаем, куда мы зашли! Вот скажи, Ваня, как так получается, что стройка у нас идет, как будто бы, а судя по видео, которое выходит на канале, она как будто бы не идет? Почему так получается? Да потому что то я занят делаю, то ты занят не снимаешь. Снимать, короче, некогда. Нет, Ваня, ты все неправильно говоришь. Я тебе, как твой продюсер, скажу, что надо отвечать в таких случаях. Мы не снимаем, во-первых, потому что, когда работы ведутся на улице, то сильный ветер снимать невозможно, поскольку техника у нас не позволяет с ветром снимать. Правильно? Хорошо, наверное, да. Накуда сейчас повернул? Не знаю. Тебя снимаю. Не надо меня снимать. Вот сюда поверни камеру, она между нами смотрела. Замечательно. Вот. Потом, расскажи, чем ты сегодня занимался? Мы же тоже не можем такие вещи показывать. Это практически как показывать, где там сейв с деньгами стоит. Ну, буквально. Короче, мы сегодня, мы готовим себе резервное электропитание. И вот, но поскольку котельной у нас нету, то будет у нас резервное электропитание сделано без котельной. Без подробностей, в общем. Ну, так в результате ты что делал-то? Я заливал фундамент под этот, чтобы стоял генератор и тарахтел, и чтобы он не этот, не убегал никуда. Ну, как у нас под кондеем плита, у нас также будет под генератором плита, чтобы он к нему ее приоткерить и спокойно стоял тарахтел. Вот. А я при этом это все не снимала, потому что, потому что. Видишь, что снимать что-либо бесполезно. Я пошла. Ну, ты, Вань, пока делай, а я у тебя потом в помещении вопросы задам. Не надо вопросов. Я приду в помещение и упаду замертво. Я уже охренелся. А солнце еще высоко, да? Да. А ты как раз против солнца, красавчик. Да. Контр-свет. Чтобы рожу не видно было. Тех, красота. В общем, наконец-то я сделал, как это называется, парапетные колпаки. Долго собирался, все никак не мог решить, как их делать лучше. в итоге оно как-то решение само пришло теперь у нас полностью закрыта вот это вот щель между фасадом и стеной потому что дождик туда немножко заливал так вот она выглядит никогда с металлом не работал в таком ключе но оказалось все легко и просто хотя может конечно профи скажут что это все колхоз главная цель достигнута вот она держится ветром не оторвется абсолютно точно и как бы ничего не протекает крепилась она соответствовал здесь брусочек вот так вот брусочек здесь еще один брусочек за брусочек она цепляется здесь такие капельники есть то есть профиль и здесь такие крючки она этими крючками за брусочек цепляется сейчас внизу покажу и собственно дальше здесь надрезы чтобы следующая на него одевалась и брусок брусок встали прикрутили следующую начал здесь промазали герметиком следующую защелкнули там также брусок подрезали и дальше поехала так что теперь у нас так она выглядит внизу практически тоже не видно никаких ухудшений на фасаде и снаружи не появилась так что цель достигнут такие брусочки использовал для крепления эти брусочки они как раз сюда вот ходят нормально себе вот и вот этими штуками он за него держится а здесь идут провода камер видеонаблюдения от освещения но чтобы вот это вот наделась сюда следующее здесь надо надрезаю сюда заправляю с этой стороны тоже чуть-чуть то есть она уже вот стоит на крыше до грубо говоря ставил брусок так вот саморез прикручиваю прям к парапету здесь отгибаю края пальцы меня конечно за вчерашний день полностью заплят этих сгибаний здесь промазываем герметиком не таким образом накрываем чтобы закрыть полностью прорези здесь потом подгибаем примерно сейчас немножко криво конечно получилось наверху я по шнурке все это делал ну примерно вот таким вот образом выглядит соединение здесь поскольку загибную все загнутые эти краешки то она уже никуда не денется посмотрим как покажет себя ураган у нас тут частенько бывает ветер до 24 метров мне кажется что будет все нормально пользуюсь случаем ванечка какие планы были у нас на это лето гарантиозные как всегда и что из этих планов воплотилась в жизнь зарабатывание денег твою ж мать постройки постройки да ну вот парапетные колпаки сделал надо было покрасить лестницу лестницу не покрасили надо было доделать обрешетку обрешетку доделывать сложно потому что световой день очень длинная чтобы доделывать нужен лазерный уровень который просто не видно при солнечном свете а когда световой день становится коротким на улице становится слишком холодно поэтому на улице работать невозможно сейчас будем обрешетку доделывать как раз и собственно тут осталось вот стену доделать здесь целиком стена до потолка два этажа и две комнаты на первом этаже все ты вообще веришь себе ты знаешь чем ты будешь заниматься этой осенью и зимой явно не стройкой дома стройкой стройкой сейчас у нас еще там по вентиляции доделаем один проект я думаю до конца ноября как раз мы это дело будет до начала ноября и у нас додел и проекты все волшебным образом закончится чтобы ваня смог строить дом нет но будет больше времени на стройку я так надеюсь ну либо больше денег на стройку одно из двух отлично будем нанимать людей снимаю я блогер я снимаю я уже сделал она только опомнила что камеру надо включить это просто как я напомнил снимать нечего я потому что контент починил косилку думали свечка на самом деле вот здесь проводочек свалился то есть когда я его открыл вот этот проводочек был ну вот примерно вот в таком положении то есть контакта есть то нет понятно что она не заводится поджал клемму и все заработало ну то есть ты понимаешь вот не я ее сломала она могла сломаться от вибрации на самом деле ну слава богу от времени но хорошо что я ее открыл а не понес в ремонт она сама сломалась потому что в ремонте я думаю за это дело залепили бы нормально там никто бы не парился что у вас проводочек слетел они бы сказали вас катушку надо поменять или еще чего-нибудь надо поменять то есть поменяли бы короче все знаешь почему они снимала потому что я очень занятым монтажем монтажом как по-русски на телефоне до монтажом другого фильма и каждый раз приключение как же его с телефона перенести в компьютер чтобы домонтировать в компьютере тоже в телефоне вот смотрите я вот в процессе как раз экспортирую выкладывать будем сейчас я не знаю что должно случиться чтобы алла наконец final cut и начала монтировать уже даже ноутбук и купили за сто пятнадцать тысяч уже даже iphone отняли и выдали android iphone отняли но она говорит нет андроид никуда не брошу потому что ты хороший хоть вай фай у тебя и отваливается регулярно и сим-карты в тебе уже нету но она все равно это бревно с собой таскает вместо того чтобы сесть спокойно и на этом как вызвать на маке все это смонтировать я в айтюнс отправил там такой офигенный бук просто песня кора 7 радеон не помню какой но какой-то очень крутой с четырьмя гигами памяти в общем песню вообще работа и радуйся но нет зачем я даже сейчас не вижу что я снимаю потому что и коси короче у тебя еще весь день косить ну все ваня нашел чем мне заняться молодец я даже не знаю что снимаю не не видно ни хрена углу широкий широкий ты главное голову мне не снимая есть вот опять обрезан снимать когда широкий угол надо вот сюда камеру направлять до примерно вот так тогда я буду не как ты снимала последний раз себя же у тебя голова в центре кадра одна тобой вообще никому не интересное пространство это как раз то самое что я сейчас монтируем и будем выкладывать да да вот вы собственно это наверное увидите в предыдущем виде смотрели так все можно убирать а если не смотрели можно по ссылке перейти которая сверху пойдешь да да косить пойду дождя не обещают полежит так все